Платиновый привет всем трафихантерам, с вами Артём. И сегодня я хотел бы перекинуться парой слов о том, как можно, растасовав все ачивки, выбить козырь, а именно платину в карточном рогалике Slay the Spire. Но в отличие от подкидного, тут путь к победе будет куда более тернистым, продолжительным и трудоёмким. Небо всего в игре 46 ачивок, включая 200 DLC, и по оценкам игроков средняя сложность всей платины составляет 7,40 с продолжительностью 100 плюс часов, с чем я плюс-минус согласен. Но должен всё-таки отметить, что у меня покорение шпиля заняло аж 270 часов. Однако, я играл без использования облака и сейфскамов, что вполне вероятно удвоило моё время, проведённое за картишками. И в данном видео я расскажу вам оптимальные и честные пути, как можно одолеть Spire и все его испытания. Ну что же, приступим. Изначально, вам доступно не так много вариантов, за кого можно сыграть, а именно, только водоносец. Но, закончив один забег за него, причём не обязательно победой, вам откроется безмолвное. И повторив ту же процедуру за неё, вам откроется и дефект. Чтобы открыться зерцающий, вам всё же придётся убить босса третьего акта за любого персонажа, но важно, чтобы при этом они были открыты все. Также у каждого персонажа есть 5 уровней анлоков, которые откроют вам доступ к новым картам для персонажа и новым реликвиям. Ну что же, начнём разбираться с ачивками. И снова, для простоты я разобью их на блоке. Ачивки за персонажей. Тут всё весьма просто. Первонаперво, вам нужно пройти третий акт золотоносца, безмолвную и дефекта. За каждое прохождение получите соответствующее достижение и, что важно, по одному осколку ключа от двери, который ведёт в четвёртый акт, боссом которого является коррульпированное сердце шпиля. Чтобы получить ещё 4 достижения, необходимо на этот раз уже убить сердце за трёх вышеназванных господ. Сделав всё то же самое за созерцающую, получите ещё 2 достижения из ДЛЦ. Чтобы собрать ключ, потребуется по мере продвижения убить одну суперлитку, на карте она будет объята пламенем. Её отличие от обычной в том, что она будет бахнута, то бишь у неё будет либо больше макс хп, либо реген, либо металлизация и тому подобное. Это что касается зелёного осколка. Синий находится в любом найденном сундуке, исключая сундуков боссов. Сундуки находятся либо посередине акта, либо с рандомным шансом на вопросики. И красный необходимо вспомнить у костра. Таким образом, собрав ключ и победив босса третьего акта, вам откроется четвёртый акт, состоящий из костра, магазина, боя с элиткой и, собственно, самого сердца. Прежде чем мы продолжим, я должен отметить, что после первого прохождения, за каждого персонажа, вам откроется новый режим, возвышение, а именно возвышение первого уровня. Речь об ачивках за возвышение пойдёт позже. Сейчас я лишь хочу сказать, что всё остальное, не касающееся именно ачивок за возвышение, я рекомендую вам делать без него, то есть на нулевом уровне. Так вы значительно упростите себе жизнь и сэкономите время. Ачивки за боссов. Тут всё также очень просто. Необходимо убить всех боссов всех трёх актов, то бишь 9 супостатов. На первом этаже вам могут встретиться Хексагост, Гардиан, нет, не этот Гардиан, и Мистер Слизень. На втором бронзовый автоматон, Чемп, и такой кадр, образованный, коллекционер. На третьем же, либо Пробуждённый, либо Тайм Итер, либо Дону и Дека. В следующем блоке я рассмотрю ачивки, зависящие от определённых условий в течении боя. Должен отметить, что при определённых обстоятельствах все эти ачивки можно сделать за любого персонажа, но я освещу только те способы, которые на мой взгляд являются самыми простыми и оптимальными. Итак, ачивки за латоносца. Накачаться. 50 силы в одном бою. Лёгкая ачивка и говорить сама за себя. Способ получения это найти либо облик демона, либо слабое место и просто настакивать силу на мобу, который сам не стакает себе силу или другой неприятный статус, типа грибов, червей или шипастых гадов. Так же как вариант, можно добавить сюда превзойти себя, который удваивает вашу текущую силу, а в улучшенном варианте ещё и не сжигается. Так же в крайнем случае может подойти комбинация игры мышцами плюс превзойти себя, но это на случай, если вам не упали другие карты. Непробиваемость и баррикада. Настака 99 и 999 брони в одном бою соответственно. Тоже весьма простая и самоговорящая. Стратегия найти либо карту баррикада, которая сохраняет вашу броню после конца хода, либо реликвию крон циркуль, которая снимает только 15 брони по окончанию хода. То бишь всё то, что останется после атаки врага и ещё минус 15. Для этих ачивок рекомендую всё же баррикаду. В идеале конечно ещё найти или купить окопаться. И просто иметь хотя бы несколько карт, которые эту броню собственно генерируют. Ачивка Необходимо убить Дону, босса третьего акта, картой сожрать. Цель весьма простая, но вот с реализацией всё не так гладко. Вам должно повезти, чтобы в одном забеге вам попалось сожрать, и на третьем этаже заспаунились Дону и Дека. И впоследствии не слить им файт. Тут каких-либо особых рекомендаций я дать вам к сожалению не могу. Играйте наиболее комфортные для вас колоды в надежде, что боги рандома вас наградят. Ачивки за безмолвную. Ниндзя Разыграть 10 заточек за ход. Есть весьма много способов выполнить данное достижение. Начнем с того, что заточки можно получить либо от карт Плаща Кинжал, Танец Клинков и Ульмы Клинков. Либо Реликвия Свиток Ниндзя, либо Зелье на 2 заточки. Самые простые на мой взгляд способы, это использовать либо карту Ужас на Танце Клинков, и получить в следующем ходу 3 копии, что даст нам уже 9. А в случае если карта Ушина, то сразу все 12 заточек для достижения. Либо использовать улучшенную карту Прилив Сил, которая позволяет разыграть следующие 2 навыка дважды. Но для этого у вас в руке уже должно быть 2 Улучшенных Танцев Клинков плюс что-то помимо. То бишь, либо Зелье Удвоения, либо Зелье Заточек, либо Улучшенный Плаща Кинжал. Плюсове, что у вас будет 4 и больше энергии. В общем, как я сказал, вариантов тут много, и выбор собственно за вами. Ачивки Катализатор, Чума и Налетай делаются по одному лекалу, и тут все весьма просто. Для Катализатора нужно наложить на врага 99 яда, Чума – убить 3 врагов с помощью яда, и Налетай – победить не атакуя. Для этого вам необходимо найти карты, накладывающие яд, например, Смертельный яд, Парализующий яд, Скачущая фляга, Едки Испарения и, конечно же, Катализатор. И просто накладывать на врагов яд. Все. Ачивки за Дефектного. Фокусировка. Тут все элементарно, нужна всего одна карта – Поглощение. И дальше тупо сноуболить ее до тех пор, пока не наберете 25 фокуса. Ячейки до сфер в данной ситуации не имеют никакого значения. А вот с Неоном дела обстоят уже не так просто. Вам нужно призвать 9 сфер плазмы за один ход. Идеальной картой для этого является Метеоритный удар. И ваша задача – разыграть ее 3 раза за ход. Несколькими способами сделать это являются либо карта Облик Эхо, позволяющая разыграть первую карту в ходу дважды, либо зелье Удвоения. И в том и в том случае нам необходимо вернуть ее назад в руку. Для этого нужны либо карта Голограмма, либо зелье Жидкие Воспоминания. Неплохим подспорьем является реликвия Глаз Змека, который дает картам в руке случайную стоимость. Собственно, я и выбил эту ачивку без проблем одним из вышеописанных способов. Но, как я уже говорил, стратегии выполнения тут много. Но эти, на мой взгляд, самые выполненные. Выполняя неон, вы также получите ачивку Адреналин за 9 энергий в одном ходу. Но эту ачивку вы можете получить в куче других способах. Будь то Облик Девы Усозерцающий, будь то реликвия Мороженое, можно просто взять 2 реликвии боссов на энергию и использовать 2 зелья энергии на край. В общем, как обычно, вариантов много, и эта ачивка выпадет вам сама по себе. Теперь мы рассмотрим ачивки, завязанные на бесконечной колоде. Суть бесконечной колоды в том, что вы играете вашу колоду бесконечно, неожиданно, не правда ли? Но, говоря по делу, вам нужно собрать такие карты, которые обеспечат вам генерацию энергии и постоянный добор. Все эти ачивки в целом можно сделать за любого персонажа, будь то лотоносец через уязвимости ногой в прыжке, условное безмолвное через тактичность, акробатику и коварный удар, или же абуз через два ужаса и адреналин, дефект через эспасалати волчок и тому подобное. Но тут я настоятельно рекомендую использовать исключительно смотрящую, ибо у нее сделать такую колоду проще всего. Если у всех остальных есть неприятные моменты, такие как, например, артефакты на врагах, которые руинят колоду лотоносцу, две лишние стартовые карты у безмолвной, а что самое главное, чаще всего для их колод нужен сетап, либо они плохо работают вкупе с минималистом, то лот созерцающая же от таких огрехов, можно сказать, защищена. В общем, сначала я перечислю ачивки, которые вы выбьете с помощью бесконечной колоды, а потом уже расскажу, как эту колоду все-таки собрать. Итак, бесконечность, разыграть 25 карт за один ход. Минималист, колода из 5 карт и менее. Ты ничтожество, убить босса за один ход. Идеально, убить босса не понеся урона. Кому нужны реликвии, пройти игру только с одной реликвией. Приходящий, убить его прежде чем он исчезнет. Весьма солидный список, и все это можно сделать без особых проблем, собрав именно такую колоду. Вспышка плюс, набросится плюс и внутренний покой. Остальные две карты особой роли не играют. В идеале, конечно, было бы приобрести еще непоколебимость, которая отдает вам блок за каждую смену стойки. Но тут уже как повезет, ведь вам нужно будет удалить как минимум 7 карт, а при получении непоколебимости уже 8. Поэтому вам нужно будет стараться попадать на правильные ивенты на вопросиках, и как можно чаще пользоваться услугой удаления карты торгаша. Если же вам выпадет трубка мира, то это максимальная удача. В таком случае вы можете даже замахнуться на очивку очищения, но о ней чуть позже. Итак, суть колоды. Когда вы уже снизили число ваших карты необходимого размера, просто повторяйте один и тот же паттерн. Вы играете набросится плюс, внутренний покой и вспышку плюс. Затем снова внутренний покой и вспышку плюс. И так просто до бесконечности. Да, урона эта тема не наносит вообще никакого. Но зато эта хрень работает и позволяет заполучить сразу целую охапку очивок за один забег. Если вам немного не повезет, и вы не успеете выбить две ачивки за босса до третьего акта, то самое главное, чтобы боссом третьего был не таймитер. Иначе в ламп карачуны можно смело жать на рестарт, в том случае если у вас в колоде нет непоколебимости. Если же она есть, то тогда вы просто не сделаете ачивки за босс файты. А вот любой другой босс умирает как миленький, и никакие артефакты их не спасают. Что касается пробужденного и того, что у него две фазы, если вы убьете его первую фазу за один ход, ачивку вам все равно дадут. Что касается второй, если честно, я не уверен, ибо все, кого я видел, делали ее на первой, поэтому каких-то гарантий я вам дать, к сожалению, не могу. Что касается реликвий, то просто постарайтесь вопреки мышечной памяти и сильному желанию все-таки их не брать. И что касается приходящего, то тут все так же просто, как и с боссами. Правда, времени это займет прилично. Сможете параллельно чайку попить и пару сезонов Санта-Барбара посмотреть. Но главное, чтобы вам повезло на него наткнуться в третьем акте, и ему может случиться такое, что вы его просто не встретите. Ну что же, с большей частью разобрались, перейдем к остаткам. Обычное дело, пройти игру только с комонками, то бишь серыми обычными картами. На самом деле ничего сложного. Я сделал золотоносца буквально со второй попытки, но, как я уже сказал, все это можно делать для любого персонажа. Ерунда. Выиграть бой, имея в остатке всего 1 хп. Честно говоря, эту ачивку я получил саму собой. И думаю, что у вас, пока вы будете пробовать делать остальные ачивки, не раз возникнет такая ситуация, что вы выживете на одном хп. Факт. Сжечь 20 карт за один бой. Звучит многовато, но, что самое смешное, эфирные статусы тоже считаются для этой ачивки. Поэтому можете просто слегка затянуть драку с тремя часовыми, которые перманентно накидывают вам в добор головокружения, и вуаля, ачивка ваша. Очищение. Иметь всего 3 карты в общей сложности и в руке, и в стопках добора и сброса. Как и с остальными ачивками, есть куча возможностей выполнить это достижение. Как самый простой вариант, на первых этажах взять любую карту, которая сжигает другие карты. У лотоносца, например, это пакт, и в драке с каким-нибудь слабым мобом просто сжечь все карты, кроме условных атаки и защиты и самого пакта. Либо же, все так же на примере лотоносца, найти рарную карту адское пламя, которая сжигает все карты в руке, плюс имея при этом карту раскол души, которая сжигает в руке все карты кроме атак. Таким образом вы сможете сначала очень сократить вашу колоду, а потом вообще все сжечь. Напоминаю, что когда вы идете за ачивками, исход раны не имеет вообще никакого значения. Кроме ачивок, где необходимо именно победить, конечно же. Вы можете даже спокойно умереть в этом же бою, в котором сделали ачивку, и спокойно продолжать платиновый путь. Могущество. Иметь 10 бафов за бой. Можно сделать за любого персонажа, но на мой взгляд самый простой вариант здесь это дефект с карты искусственный интеллект, который каждый ход добавляет в руку карту таланта. Плюс-минус 8 талантов, плюс бафы от рейликов, плюс зелья и ачивка в кармане. Сегодня мой удачный день. Для нее необходимо просто пройти дейлик. Ничего сложного, помимо некоторых особенностей, которые весьма существенно влияют на геймплей, но в то же время позволяют сотворить нереальную имбу. Также стоит отметить, что у одного и того же дейлика всегда один и тот же си. То бишь пути, которые вам будут предложены, карты и релики, которые будут вам выпадать, будут одними и теми же. Поэтому даже если у вас не получится пройти дейлик с первого раза, вы спокойно можете воспользоваться уже имеющимися знаниями, чтобы исправить ошибки предыдущей попытки. Быстрый скалолаз, пройти игру, то бишь закончить третий акт менее чем за 20 минут. Звучит весьма жестко, но на деле это не так. Ваша задача максимально экономить время. Это достигается путем избегания битв как таковых. А если все-таки драка неизбежда, то нужно бить первым. Также нужно быстро принимать решение, какую карту вы берете в качестве награды, что покупаете в магазине и тому подобное. В качестве награды от кита рекомендую брать 1 хп у трех врагов в начале. И как я уже много раз говорил в этом гайде, возможности сделать какую-либо ачивку тонны. Я же поделюсь с вами путем, которым делал это я. Я выбивал ее на лотоносце, и так как сие действия происходят на нулевом возвышении, можно смело собирать стеклянную пушку, как я и поступил, купив в первом же магазине вихрь и серу. И в целом-то все. В дальнейшем я залутал еще пару карт атак, забив на защиту, ибо цель была заканчивать драки как можно быстрее. Поэтому кроме стартовой карты обороны, по сути больше ничего и не было. Да и враги особо и дамажить не успевали, драки заканчивались на втором-третьем ходу. И как итог, я выбил эту ачивку, закончив ран за 13 минут. И это было весьма несложно. Если данный метод вам не очень по душе, то рекомендую просто глянуть какие-нибудь видосы по спидрану, желательно категории гличлез. Так вы можете найти подходящую стратегию для себя. Но должен сказать, что в целом, почти все спидраны по лотоносцу выглядят именно так, через вихрь и си. И вот мы собственно подобрались к последнему на сегодня блоку ачивок. Ачивки за возвышение. Как только вы впервые пройдете третий акт за любого персонажа, вам откроется новый режим игры. Возвышение, а именно первого уровня. За открытие Ассеншена сразу получите ачивку. И теперь, ваша задача, чтобы получить последние два достижения, это пройти все 20 уровней возвышения. Вот это уже действительно серьезная задачка, ибо с каждым уровнем игра становится все сложнее. Заканчивая тем, что у вас изначально не фулл хп, проклятие в колоде, только два слота под зелье, торгаш подорожал, враги и элитки и боссы стали сильнее, теперь накладывают больше дебафов, после боссов от хилни до фула, а в третьем акте вас вообще ждет два боссфайта подряд. Но не стоит пугаться. Чем дольше вы играете и больше понимания игры получаете, тем в целом проще становится собирать различные эффективные билды, которые весьма гарантированно принесут вам победу. Ачивки вы получите за 10 и 20 восхождение соответственно. И должен пояснить, что это необходимо сделать только за одного персонажа, а не за всех четырех. Спасибо разработам хоть на этом. Так что просто выбирайте персонажа, который вам полюбился больше всего и дерзайте. Тут я могу только пожелать удачи и получать удовольствие от процесса. Выполнив все вышеописанное в данном видео, вы получите родненькую платину. Весьма трудоемкую и от того еще более приятную. Надеюсь я смог вам помочь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые платиновые гайды. Если у вас есть желание наблюдать за тем, как я делаю платину вживую, залетайте на мой твич канал. Ссылка в описании. И чтоб конец видоса не был без идеи, я скажу вам Auf Wiedersehen.